В эфире программа День Города в студии Оксаны Тебенихина. Здравствуйте! О событиях Рязани, как всегда, расскажут наши коллеги. Небольшой анонс сегодняшнего выпуска. Визит Татьяны Яковлевой, замминистра здравоохранения, посетила Рязанские медучреждения и провела рабочие совещания с представителями медицинского сообщества региона, а также посетила Рязанский государственный медуниверситет. Поиск продолжается. Установлены имена рязанцев, погибших в концлагере Нюркберг. Активисты разыскивают родственников солдат-узников. 8 февраля в региональном правительстве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии губернатора Рязанской области «Молодой ученый года». На премию претендовали около 90 человек. В итоге удостоенной награды были 18 молодых специалистов, аспирантов, учащихся ординатур и адъюнктур, а также студентов рязанских вузов. Подробнее в сюжете Марина Комиссаровой. Церемония награждения лучших молодых ученых состоялась в День российской науки. В приветственном слове губернатор Рязанской области Олег Ковалев напомнил о вкладе ученых, уроженцев Рязанской земли в российскую и мировую науку. Многие величайшие открытия в области медицины и космонавтики, филологии, селекции и ряде других направлений принадлежат именно рязанским исследователям. В их числе Иван Павлов, Константин Циолковский, Иван Мичурин, Измаил Срезневский, Владимир Уткин и Сергей Непобедимый. По словам губернатора, и сегодня в регионе есть немало талантливых и перспективных ученых. Вы являетесь достойными, поболожателями славных научных традиций Рязанского края. Можно быть, вы стоите только еще в начале пути, но у вас есть талант и целеустремленность, есть умение генерировать идеи и находить нестандартные подходы к решению самых сложных задач. Многие ваши изобретения и разработки уже сегодня применяются в экономике и социальной сфере. То есть, за вами будущее, так же, как и у вас, есть хорошие перспективы на достаточно сильное и достаточно серьезное будущее. Поддержка одаренной молодежи всегда была и остается в числе приоритетов правительства Рязанской области и моих личных приоритетов. Премия утверждена постановлением губернатора Рязанской области от 4 декабря 2015 года. Ее учредили специально, чтобы поддержать студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов Рязанской области, активно ведущих научно-исследовательскую деятельность. Я старший научный сотрудник в научно-исследовательском отделе. Занимаюсь я, ну сейчас я возглавляю молодежный инновационный центр. В нем мы внедряем всякие инновационные разработки в помощь студентам. У нас там есть, ну в первую очередь, 3D-технологии 3D-принтер, 3D-сканер, всякие станки, которые помогают уже студентам на младших курсах практически получать практические результаты, не только теоретические. Наукой в настоящее время занимаются поистине смелые и действительно заинтересованные люди. Вручение же подобных премий еще больше мотивирует молодых ученых к новым свершениям и достижениям. Сегодня наш город с рабочим визитом посетила заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Владимировна Яковлева. В ходе встречи замминистра посетила Рязанские учреждения здравоохранения и провела совещание с представителями медицинских организаций региона. Моя коллега Анна Герцовская в своем сюжете расскажет подробнее. Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева занимается регулярным контролем организации оказания медицинской помощи по всей России. Во второй Рязанской поликлинике Татьяна Яковлева оказалась уже не в первый раз. Она отметила положительную динамику и эффективность оказания медицинской помощи в этом учреждении, а также в целом по лечебным учреждениям региона. Конечно, стала более масштабно проводиться диспансеризация, более качественно стала производиться диспансеризация. Даже то, что у вас сегодня при диспансеризации, выявляемость первой-второй стадии опухолевых заболеваний 70%. Это очень хороший показатель. А раньше она у вас была около 40%. Разница есть? Есть. Поэтому диспансеризация дает эффект. А что такое ранее выявляемость первой-второй стадии? Это значит, человек не погибнет, он не умрет, и человек будет спасен и вылечен. Потому что настолько медицина сейчас развита, в том числе и в Рязанской области, что если рак выявлен на первой-второй стадии, он излечим 100%. В поликлинике заместитель министра пообщалась с пациентами, докторами. Отдельное внимание она уделила профилактическому отделению. Татьяна Яковлева отметила, что это отделение должно еще более масштабно выстроить структуру работы с пациентами, начиная от первичного приема и заканчивая лечением граждан. Мне нужна система. Вот если вы мне систему на базе своей поликлиники сделаете, мы покажем всей России, как надо делать и работать с людьми. В ходе визита Татьяну Яковлеву сопровождали заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, а также представители Министерства здравоохранения региона. Татьяна Яковлева поделилась с ними общим видением ситуации в Рязанской области. Очень хорошо работает акушерское гинекологическое звено, наонатологи, педиатрическое звено, потому что у вас младенческая смертность, она ниже даже, чем в Российской Федерации. Заместитель министра подчеркнула, что это заслуга в первую очередь самих докторов. Кроме того, она отметила хорошие показатели по снижению смертности от туберкулеза. Однако сказала, что в Рязанской области существует проблема смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Это один из основных моментов, над которым нужно продолжать усердно работать. И, конечно же, Татьяна Яковлева еще раз напомнила о необходимости прохождения всеобщей диспансеризации. Ведь люди в первую очередь должны сами заботиться о своем здоровье, а в Рязани созданы все условия для ее успешного прохождения. Еще один материал с участием замминистра здравоохранения, на этот раз от Марины Комиссаровой. Татьяна Яковлева приняла участие в открытии борцовского зала для студентов РязГМУ. Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева уже присутствовала при открытии волейбольного зала Рязанского медуниверситета в 2012 году. И сегодня, спустя несколько лет, снова присутствует на открытии спортивного объекта Рязанского вуза. Теперь в медуниверситете появилась возможность заниматься всеми видами борьбы и боевых искусств. Дорогие мои коллеги, вы меня так порадовали, потому что сейчас именно мы с вами, медицинские работники и существующие, будущие должны показывать пример здорового образа жизни. И чтобы именно мы с вами были самыми сильными, самыми красивыми, самыми достойными. И вот чтобы с нас был правильный пример. Сама я занимаюсь и теннисом, и лошадинным спортом, и горными лыжами, и фитнесом. И вот очень вы меня порадовали. Наконец-то у нас в этих залах будут расти настоящие мужчины. Вот. И гляжут даже девушки. Поэтому, а если серьезно, действительно, сегодня направление Минздрава основное – это все-таки на работу первичного звена. А первичное звено – это в первую очередь профилактика и формирование здорового образа жизни. Среди 7 тысяч студентов университета около 4,5 тысяч занимаются спортом согласно учебному расписанию. И 700 человек – профессиональные спортсмены. С открытием бойцовского зала возможность приобщиться к спорту появится у всех студентов, практически без отрыва от учебного процесса. Здесь открывается секция. Все желающие могут приходить сюда, независимо от возраста, от физической подготовки. Могут прийти и записаться в секцию бокса, секция бесплатная. Мальчики и девочки, то есть мужчины и женщины, не имеет значения, приходите, не занимайтесь. Сейчас вот будет и на днях известный режим тренировок, уже точно. То есть, ну, приходите сюда, узнавайте, все. И в ближайшее время начнутся тренировки. А насколько это удобно? Вы пока были студентами, занимались боксом, вам бы хотелось куда-то ездить. А здесь, получается, у всех подзог. Да, очень удобно, потому что все студенты, вот, РИАС ГМУ, в любое время в свободное свои могут прийти, ну, то есть, узнают во сколько тренировки, и если у них получается, они придут и потренируются. Татьяна Яковлевна подчеркнула, основная цель медиков – предотвратить возникновение болезни. Вот почему так важно собственным примером показать жителям города, что значит вести здоровый образ жизни. В редакции газеты «Рязанские ведомости» состоялась пресс-конференция, посвященная работе, которая ведется в регионе по установлению имен наших земляков, уроженцев Рязанской области, погибших в концлагере Нюрнберг. Информация была передана рязанским поисковикам и их коллегами, работавшими в архивах концлагеря, с материалами базы данных, мемориал и общедоступными источниками. Сейчас розыском близких, тех, кто погиб в фашистских застенках, занимаются представители Рязанского центра детско-юношеского туризма и краеведения. Спустя 70 лет после окончания войны безвестные солдаты обретают имена. Поисковики установили имена девяти рязанцев, попавших в немецкий плен в годы Великой Отечественной войны. Все они были узниками концлагеря вблизи немецкого города Нюрнберг. Теперь появился шанс найти родственников погибших пленников. Так, например, уже сейчас в поселке Тума Клепиковского района найдена племянница одного из погибших в Нюрнберге рязанцев – Рунова Серафима Григорьевича. Сейчас поисковики решают вопрос о встрече с родственником и передаче ей более подробных сведений о гузнике концлагеря. На данный момент в работе по поиску родственников этих людей задействованы поисковики рязанские, то есть кто входит в рязанское отделение поискового движения России, сотрудники, педагоги и воспитанники нашего центра детско-юношеского туризма и краеведения, педагоги, воспитанники центра «Звезда» городского, а также бойцы военно-патриотического клуба поиска из Академии «Все». Таким образом, еще восемь имен погибших военнопленных пока еще остаются без информации о родных. Сложность поиска заключается в том, что некоторых населенных пунктов, из которых призывались мужчины, уже не существует. Когда родные найдутся, им будут переданы фотографии могильных плит с места захоронения, видеоматериалы, сканированные копии архивных документов. Полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков в Рязани. У преступника было изъято около 300 граммов наркотических веществ. Наталья Ноюка расскажет подробности в своем сюжете. Сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД совместно с коллегами из отдела полиции номер 4 задержали злоумышленника, подозреваемого в организации сбыта синтетических наркотиков с помощью интернета. Было изъято более 265 граммов наркотических веществ. В ходе мониторинга сети интернет рязанские оперативники вычислили злоумышленника, который попытался организовать систему розничной торговли синтетическими наркотиками. 33-летнего рязанца задержали с поличным при побытке сбыта. Во время досмотра жилища злоумышленника полицейские обнаружили две самодельные упаковки с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что злоумышленник хранил дома более 265 граммов сильно действующего синтетического наркотического средства. Выяснил, что задержанный ранее уже был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Рязанец строго соблюдал меры конспирации, но эта осторожность не помогла ему ускользнуть от внимания полиции, а злоумышленника взяли под стражу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Не только поимкой преступников занимаются рязанские полицейские. Предоставление населению государственных услуг, находящихся в компетенции органов внутренних дел – одно из приоритетных направлений деятельности МВД России в Рязанской области. Полицейские стараются создать для посетителей, обращающихся за госуслугами, максимально комфортные условия. Огромным подспорьем в этом стал федеральный интернет-портал госуслуг. Обращения за получением госуслуги с использованием возможностей портала позволяют существенно сэкономить время. Если правильно оформить через портал электронное заявление, то лично посетить многофункциональный центр или подразделение полиции нужно будет только один раз для удостоверения личности и получения итогового документа, за которым обращался желающий. При поступлении заявления в электронном виде данный гражданин, по сути дела, обслуживается в приоритетном направлении, потому что к заявлению прилагаются необходимые копии документов, и гражданин вправе обратиться к нам только один раз, получив итоговый документ. В случае, если недостаёт какого-либо документа, то ему назначается удобное время, когда он может донести недостающий документ. То есть, по сути дела, мы минимизируем количество приходов граждан в органы власти. Кроме предоставления госуслуг, сотрудники МЦЛРР осуществляют и контроль функции в сфере оборота оружия у населения и напоминают владельцам оружия о неукоснительном соблюдении сроков действия документов, разрешающих хранение оружия. За продлением лицензии необходимо обращаться за месяц до истечения срока ее действия. И в завершении нашего выпуска поговорим о прекрасном. В выставочном зале Союза художников открылась выставка под названием «Рязань глазами художников». На ней представлены работы разных мастеров, различные стили и техника, знаменитые работы знаменитых рязанских живописцев своими глазами смогут увидеть все желающие. «Рязань глазами художников» – формулировка, уже привычная любителям искусства в нашем городе. Древняя, соединившая элементы архитектуры, быта разных эпох, представленная и отживающими деревянными домиками 19 века, и парками, и новыми зданиями. «Рязань» – любима художниками. В экспозиции, которую открыли накануне выходных в выставочном зале в Союзах художников, представлены городские виды, запечатленные местными мастерами в разные годы. Живописи, графика, быстрые пленерные зарисовки и кропотливая работа в мастерской. Огромные холсты и крохотные квадратики картона или тонированной бумаги. На выставке обнаруживается многообразие взглядов, художественных приемов, техник и подходов. Это выставка в преддверии нашей традиционной весенней, и мы решили выделить тему «Наш город». Она называется «Рязань глазами художников». И вот мы призвали весь наш областной штат наших членов Союза, и не только, на то, чтобы отразить Рязань на своих пологах. На этой выставке представлено 85 работ, 32 авторов. И в основном это живопись и графика. Подавляющее большинство работ изображают Рязанский Кремль. Зимой, летом, весной. Парадный вид с площади Ленина и подсмотренный через ветви деревьев со стороны разлива. Следом идут старые кварталы и отдельные деревянные дореволюционные домики. Крыши желтых двухэтажек и шедевры купеческой провинциальной архитектуры. В современных улиц, сегодняшних видов и новостроек, среди работ практически нет. Мы надеемся, что каждый пришедший сюда, он найдет для себя что-то такое, что станет ему близко и понятно. Так что мы приглашаем всех рязанцев в нашу выставку. Она будет работать до 28 февраля. Взглянуть на город глазами живописцев рязанцы смогут до конца февраля. Это все новости, которыми наши авторы успели с вами поделиться. На этом мы завершаем информационный выпуск «Дня города» и прощаемся со зрителями до завтра. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Жилой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин